Здравствуйте! Я сегодня хочу продолжить немножко говорить про условия. Значит, смотрите, как вы помните, существует три основных конструкции условных операторов. То есть, первая это в строку идет, то есть, мы пишем здесь внутри условия между ключевым словом if и then. А если условие совпадает, то есть, оно true, то наша некая логика запускается здесь. Также вторая конструкция, это когда мы его разбиваем в столбик, то есть, условную конструкцию, где также получаем некий параметр. Если он true, то мы входим в первый блок нашего условия, условие выполняется. Тут я отметил еще дополнительное ключевое слово else. В случае, если наше условие не совпадет в первом блоке, оно перепрыгнет во второй блок. Я его оформил в квадратных скобках, потому что обычно в документации можно встретить квадратные скобки в качестве необязательных параметров. То есть, те параметры, которые можно использовать, можно не использовать. И третья конструкция, когда мы видим, что первое условие, если у нас первое условие не совпадает, то конструкция перепрыгивает на второе условие, где мы проверяем также результат. Если данный результат будет true, то мы зайдем во второй блок, где выполним нашу логику. Также здесь необязательный параметр else присутствует. И я здесь отметил ключевые слова not, or или end, которые можно добавлять в условия. То есть, о них тоже не забывайте. Я, возможно, постараюсь немножко более подробно о них поговорить, потому что, мне кажется, в прошлом уроке про условия я их затронул как-то поверхностно. Так, давайте посмотрим пример. Быстренько пример. Вот такой вот большой пример я составил. Процедуру назвал Condition Test 2. То есть, что-то вроде условия, тестовые условия 2. То есть, почему я всегда перевожу вам названия всяких вот таких вот операторов, переменных, потому что это помогает запомнить. Быстрее запомнить, быстрее воспринять. Это что-то вроде ассоциативной памяти. Как вы знаете, ассоциативная память очень мощный инструмент для запоминания некоторых вещей. И поэтому, смотрите, здесь я определил две переменные. Одна переменная string, она так и называется, setr, то есть сокращенная от string. А вторая переменная param, то есть параметр, типа long, то есть цифра. Обратите внимание, что я называю сокращенно переменные. Это тоже очень полезно. Вы будете часто встречать некоторые сокращения, которые уже негласно приняты в миру, скажем так, высокоуровневого и не только высокоуровневого программирования. Например, в 1С можно встретить param как определение переменной. Хотя в 1С, кстати говоря, переменные не определяются. То есть, я имею в виду, они не строго типизированы, что упрощает работу. Поэтому, если вы, например, забываете или не хотите париться с определением типов в начале вашего пути обучения, например, можете их опускать или писать в вариант. Но мы пока будем писать строго. Так, ну давайте вернемся к условию. Смотрите, здесь я задаю параметру значения 4. Давайте сразу протрассируем и посмотрим результат. Так, смотрите, вот определяются наши переменные. Задаем значение нашей переменной параметра 4. И давайте посмотрим на условную конструкцию. Значит, первое условие у нас не совпадает. Возвращается false. Соответственно, первый логический блок пропущен. Будет пропущен нашей программой. То есть, мы перепрыгиваем. Второе условие также не совпадает. Перепрыгиваем. Это условие у нас не совпадает также. Перепрыгиваем. И мы видим, что параметр, то есть, наша переменная парам равна 4. Соответственно, условие тоже равно 4. Результат true. Соответственно, мы зайдем в наш логический блок. Так, сейчас переменная string, то есть, setr, пустая. Мы задаем ей наш текст. И здесь мы с помощью вот такой вот конструкции, debug print, выводим результат в нашем окошке immediate, о котором я говорил как-то в одном из уроков. Это окошко, если оно у вас не запущено, можно запустить через вкладку view, immediate window, или сочетание клавиш Ctrl-J. Так, здесь я специально разбросал параметры в таком несортированном виде, чтобы вы понимали, что это не обязательно. Условия могут быть абсолютно разные. Тут, как вы понимаете, не только могут быть цифры, но и, например, какие-то строки, да, там, что угодно. Вот. Но эта конструкция, на первый взгляд, кажется громоздкой. И в Visual Basic, и в других некоторых более-менее продвинутых языках есть другая конструкция, более сокращенная. Она называется case, case statement, или выражение case. Ну, это в документации, если вы вдруг увидите. Иногда statement обозначает выражение. Смотрите, тут намного более проще. То есть, смотрите, какая тут конструкция небольшая, и какая здесь громоздкая конструкция. А, кстати говоря, я забыл отметить здесь. Здесь я использую параметр else. То есть, не параметр, а конструкцию else, да, где, если наше условие вообще не будет совпадать ни с одним из предложенных условий, у нас в любом случае вернется вот эта строка, да. Давайте попробуем. Поставим сюда, например, 10. Смотрим, не совпадает, не совпадает. Так, тут у нас type mismatch, потому что это string. А параметр у нас, как вы помните, long. Давайте вернем сюда какую-нибудь цифру. Посмотрим, что получается. Ну и вот, вы видите, как бы дефолтное значение по умолчанию. И тут написано, один параметр не совпадает. Так, вернемся к новой конструкции. Select case. Значит, Select case достаточно удобный. Он пишется очень просто. То есть, мы пишем Select, пишем Case и пишем наше, например, какое-то условие. Значит, данную конструкцию можно перевести следующим образом, что выбранный случай будет равен определенному, например, значению. То есть, по-русски, если вы будете переводить по-русски, то быстрее можно будет запомнить. То есть, данный случай будет равен некому параметру. Какие случаи? Как вы знаете, case переводится как случай, да? Вот, значит, смотрите в английском языке. Мы смотрим, значит, случай, например, случай 4. То есть, параметр равен 4. А дальше случай, например, равен какой-нибудь строке. Стринг. И так далее. И в конце закрываем его. And Select. Select. То есть, смотри, давайте посмотрим на примере нас. Так, сделаем покрасивее. Нажимаем F8. Задаем параметру значения 4. И смотрим. Случай должен быть равен... Должен будет быть равен 4. Проверяем. Случай 5 не равен 4. Случай 2 не равен параметру 4. Случай 3 тоже не равен. И вот наш четвертый случай совпадает с глобальным как бы условием. И, соответственно, заходит в наш логический блок, вот этот оператор, где присваивает значение string нужному нами выражению. Так, то есть, обратите внимание, здесь вот у нас проверяются условия, а здесь у нас идет логический блок, где мы можем писать что угодно. То есть, соответственно, мы можем здесь, например, писать какое-нибудь еще одно условие. Например, да. То есть, нам абсолютно ничто не мешает. И тут, например, что-то выполнять. То есть, эта конструкция несколько более удобная. Но обычно такие громоздкие условия здесь не пишут, потому что читабельность кода ухудшает. Обычно здесь делают какие-то простые такие вещи, как присваивание простых значений, там, каких-то еще что-то. Кстати говоря, тут можно расширить результаты через запятую. То есть, мы можем вот так вот сделать. Если мы протрассируем, мы посмотрим, что здесь кейс. Если случай равен 2, 4, 8 или 4, то у нас результат, соответственно, зайдет в наши условия. Все, получилось. И сразу заканчивается, как видите. Потому что дальше смысла нет пробегать и проверять эти условия, потому что условия уже найдены. Вот такая вот конструкция, о которой я хотел тоже сказать, она достаточно удобная, скажем так. Не то, чтобы часто используем, но достаточно удобная. Но вот такая конструкция может быть более очевидная для начала, когда мы проверяем, если параметр равен 3, значит, заходим в условия. Если же нет, если еще параметр равен 4, заходим и так далее, и так далее, и так далее. Но я надеюсь, достаточно понятно. Хорошо, спасибо.